Мы ставим от 1 до 10 баллов по каждому пункту. Инспектор Клауд. Рома Дэйнэм Джару. Ну все, хорош, хорош. Всем привет, меня зовут Александр, я генерал инфекция компании Инспектор Клауд. Наш продукт, это программное обеспечение для ритейла-аудитов. Вот, это типичная картина, собственно, из того, что мы можем делать. Мы распознаем товары на полке, мы сравниваем это с планограммами и делаем это для производителей товаров, для розничных сетей. Что это им дает? Это им дает в первую очередь сокращение на операционных затратах, потому что у них есть торговые представители, которым нужно отчитываться. Они в конце визита делают фотографии, фотография в течение 5-15 секунд обрабатывается, и человек понимает, нужно ему платить, заплатят ему за визит или не заплатят. Соответственно, если мы возьмем сотни миллионов рублей, даже в рамках России, которые тратятся на бонусную часть, всем понятно, насколько большие деньги мы можем экономить, потому что люди, когда их проверяют, они работают лучше. Когда их не проверяют, ну, работают по-разному. Это наши клиенты, основные клиенты, конечно, это бренды, мы работаем и с сетями. Самый крупный проект сейчас идет с PFC, мы работаем также с зарубежными брендами, это и косметика, и жвачки, и конфеты, и мороженое, что мы так и не распознаем для них. Как это работает? Очень непросто. То есть человек просто загружает фотографию в свое мобильное приложение, фотография обрабатывается и возвращается, соответственно, с KPI, то есть соответствие планограмме, ценники, акционность и все производные KPI, собственно, от базового KPI, это on-shelf availability. Я зашел в Евросеть просто, ну, я знал, что будет Александра на сцене, поэтому я зашел в Евросеть и просто посмотрел на какие-то вещи. Я абсолютно никак не критикую, просто есть вещи, которые, в принципе, наверное, не должны быть, но они, тем не менее, есть. То есть это пустоты. Пустоты – это всегда потеря в продажах. В принципе, я поговорил с продавцами и прошел еще по нескольким магазинам, все эти пустоты не устраним, мы просто нужно их мониторить. Наше ПО позволяет это делать. Мы, конечно, не скажем, какие там должны стоять телефоны, но, по крайней мере, мы можем сказать, что полка не заполнена. Человек всегда взаимодействует в магазине не только с продавцом, но и с полкой. Некоторые люди интроверты, есть другие люди, но все мы приходим, смотрим всего на полку. Дальше не сонная история, у меня еще есть минута. Смотрите, что интересно, на данном рынке все более заметные компании, которые занимаются компьютерным зрением, а мы про компьютерное зрение и AI, как полагается, все были либо куплены, либо в них проинвестировали. Вот самый крупный наш конкурент Rax, он сейчас прогоняет через себя около 7 миллионов фотографий за месяц, он стоит полмиллиарда долларов, в него инвестировали 138 миллионов уже. У нас сейчас для сравнения около миллиона, то есть мы именно по этому экипе всего в 7 раз меньше, ну и чуть-чуть дешевле. Это мои контакты, я здесь, кому интересно сфотографировать этот слайд, и до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, я уже за скорость презентации, за краткость таланта просто можно давать сколько угодно инвестиций. Спасибо тебе большое. Так, мы движемся. Двидим потенциальный инвестор, да? Продолжение следует...